Тимур Сержанов Давайте сделаем небольшой водораздел в нашей беседе и начнем с тепла. Насколько регионы страны готовы к отопительному сезону и насколько мы обезопасены от возможных рисков в виде аварий? Ну подготовка к отопительному сезону начинается сразу же по завершении прошлого отопительного сезона. Поэтому есть процедуры, предусмотренные законом, есть план ремонтов оборудования, станций, в первую очередь тепловых, какие котлы, какие турбины должны ремонтироваться. Этот график утверждается системным оператором национальной компании КИГУ. Министерство все это наблюдает, смотрит, носит коррективы. И плановая работа по подготовке к этому отопительному сезону, она в основном закончена. Если простыми словами говорить, ну можно назвать цифру 90-95% о том, что подготовка завершена. Понятно, есть более южные регионы, которые позже подключаются. Сейчас по плану в Туркестанской области, Шимкент, это 20-25 октября, подключение в зависимости от температуры наружного воздуха. Во всех регионах остальных начата работа отопительных систем, то есть теплосети загружены, подключаются где-то, весь город подключен, где-то в каких-то городах идет подключение районов к системе централизованного отопления. В общем-то, к отопительному сезону Казахстан готов. Несмотря на сложности свои, связанные в этом году отчетливо было видно, что оборудование на базовых станциях, на казахстанских станциях в основном произведено в бывшем Советском Союзе. Это Российская Федерация, понятно, Украина, и логистика была нарушена, и многие компании испытали сложности с доставкой своевременного оборудования, запасных частей, где-то ремонтные бригады за рубежа не приехали. И, в общем-то, это все наложило свой отпечаток, но в целом с небольшими корректировками, с двигами вправо работа проведена, поэтому я надеюсь, что отопительный сезон пройдет, в общем-то, без каких-то чрезвычайных ситуаций, на примере той, которые были там в марте. Я думаю, к вашему, я надеюсь, можем подключиться все мы, потому что мы тоже надеемся. Два очень коротких вопроса, которые проистекают от вашего ответа. То есть, первое, получается, что работа над, ну, в данном случае отопительным сезоном, это работа круглогодичная. То есть, нету такого, что вот ближе, как бы, к такому холодному периоду погоды мы начинаем готовиться. Нет, конечно. Второе, то, о чем вы говорили, это, конечно, логически, как бы, и так понятно, но в то же время очень хотелось бы, чтобы вы это озвучили. Получается, что все-таки отопление в регионах, в городах включается не календарно, а с учетом погодных условий. В общем, порядок подключения есть. Местность Планторга, в данном случае Акимат города, по установленным процедурам принимает решение, когда начинает этот обидный сезон. Почему я про это говорю? Потому что в социальных сетях, ну, понятное дело, там немножко минус 1-2 градуса, и уже есть некоторые сообщения о том, что, ну, неужели уже нельзя включить? По-моему, давно пора. Это в некоторых южных регионах. Я вот подготавливаюсь к нашему интервью. Почему я спрашиваю? Здесь какую вещь важно понимать? Мы, как Министерство энергетики, отвечаем за сектор генерации. Есть тепловые сети, политику в них определяет мир, Министерство индустрии и инфраструктурного развития. Опять же, есть жилищный фонд, который контролирует уже Акиматы. Соответственно, это КСК, это жилищная инспекция. И здесь все зрения одной цепи должны работать хорошо, чтобы отопление было в каждом доме на уровне том, который запланирован, температурные режимы, подачи, обратки. Вот. Я ни в коем случае не пытаюсь сказать, что это не наша работа, но основная цель наша, это чтобы источники, теплоисточники были готовы к отопительному сезону. Вот эта работа базово по Казахстану завершена. Станции выдают тепло, подают в теплосеть. Соответственно, теплосеть уже транспортирует эту энергию и по мере подключения готовности жилищного фонда уже происходит подключение. Вероятно, в каких-то домах или же в отдельно взятых подъездах может быть такое, что нет нормативной температуры. Но это здесь точно надо разобраться. Может быть, это тепловой пункт в доме не готов. Может быть, это КСК не подписало готовность. Десятки факторов. Десятки факторов. Но в целом базово Казахстан к отопительному сезону этому готов. Я далек от того, чтобы накладывать компетенции Акимата на министерство? Разумеется, нет. Но все-таки наш канал, больше того, наша программа старается к вопросу подойти с разных сторон. И не исключено, что в ближайшее время здесь будут сидеть уже представители Акимата. И поэтому для того, чтобы мне откровенно с ним разговаривать, нужно говорить о том, что на 99,9% и 5%. На 95%, простите, я для себя законспектирую, на 95% подача готова. То есть здесь сложности не возникли. Замечательно. Но все-таки нередко мы слышим о ветхом состоянии теплотрассы. Есть часть, которая касаемо жилищно-коммунального хозяйства, Акиматов тех же самых. Но все-таки каково же в процентном соотношении ветхие коммуникации, если говорить с точки зрения подачи? То есть не то, что достает вот это последнее милие, которое доходит до дома, а вот именно там, где генерируется. Вот абсолютно правильный вопрос. Есть магистральные сети, ключевая теплотрасса, по которой подается в город тепло. Есть внутриквартальные сети. И те, и те, в целом по Казахстану находятся в достаточно не самом оптимальном состоянии. Вопрос, что тариф на тепло, он регулируется. Это социальный товар тепло. Мы все время переживаем, какие счета придут за теплоэнергию. И, в общем-то, отрасль, именно вот эта сфера, где замена теплосетей, их надлежащая эксплуатация, недофинансирована. Большое количество, километраж большой, в городах по 300-350 километров сетей. Понятно, что заменить их даже за 10 лет, это большие объемы. То есть мы выборку делали в финансировании в городах. Например, возьмем город Астана или город Караганда, где власти уделяют большое внимание замене теплосетей. Финансируется в 5 раз больше, чем, например, в Павлодаре или в Петропавловске. Понятно, что вот этот фактор, он является ключевым. Там, где, если не хватает тарифа, местный исполнительный орган выделяет денежные средства, идет замена теплотрасс или строительство новых теплотрасс. Ситуация с износом тепловых сетей лучше. И это, к сожалению, та сфера, которая недофинансирована. И последствия такие могут быть, что то, что в начале передачи говорили, что будет ли там какой-то риски. Риски есть. Мы на примере Тимиртау, который магистраль заменили. И, в общем-то, достаточно поздно ее собрали подрядчики. И вот подключили чуть позже того срока, когда начинался отопить на сезон. Поэтому тепловые сети, они недофинансированы. Их нужно найти оптимальный механизм, чтобы деньги направлялись на реконструкцию, замену тепловых сетей. Это важный фактор. Здесь я с вами 100% согласен. Но, с другой стороны, вы высвечиваете другую, да не сложность, наверное, проблему. Это риск аварий. И в этом смысле, если, конечно, здесь можно сколько угодно спорить по поводу Астана, все-таки столица. Это Караганда, Миллионник, Павлодар, не такой большой город. И, наверное, и сетей там не так много. То есть денег не нужно столько, сколько нужно, например, на Астану. Я к этому веду. Ну, может быть, это просто, как бы, можно сравнить другие города. Но вопрос в том, что если мы видим, что это рисковая зона, в таком случае единственным решением, по вашему мнению, это является увеличение цены на тарифы. Здесь отчасти, да. Отчасти это любой товар, любая услуга, особенно в сфере естественной монополии, она должна обеспечивать жизнедеятельность этого предприятия. Должно быть средств достаточно для, соответственно, ремонтного фонда, для капитальных каких-то затрат, для выплаты заработной платы. К сожалению, не хватает. Вот пример Экибастуза. Все время говорим, проблема Экибастуза. Экибастуза, да, там сети протяженные, и все время говорят, вот Экибастуз теплоэнерго не готов к отопитным сезонам. Сама станция, то есть это котельная, котлы, и там одна турбина небольшая стоит. Станция готова, как источник тепла. Генерить. Она производит, тепло подает, да. Но из-за большой протяженности тепловых сетей, то не хватает денег. Соответственно, предприятие, которое говорит, мне в тарифе заложено на все ремонты порядка 500 миллионов тенге. Но при таком освоении инвестиционной программы, которая у них есть, это займет многие годы. Разделим на километраж. Разделим на километраж. Фактически из прошлогодней инвестиционной программы там был километр с небольшим, которая, труба, которая должна быть заменена при общей протяженности в районе 300 километров. То есть это достаточно недостаточный объем для того, чтобы гарантировать, что стабильно все это будет обеспечиваться. Правильно ли я помню, что, например, по некоторым станциям, вообще по самим вопросам, да, то есть там эксплуатация что-то в районе 70-80 лет. Это уже про электроэнергии. Про станции. Возраст станции большой. Но это не значит, например, что станции, которые там 70 лет, что она вот, как ее построили, с того момента она не ремонтировалась или не делалась. Понятно, что эксплуатирующая организация, руководство предприятия предпринимает какие-то меры. Там в этом, если даже здание будет старое, внутри оборудование гораздо позже годов. В целом износ по станциям порядка 58% по стране. И она в зависимости от региона, от города отличается. И наша основная задача все-таки создать механизмы, чтобы этот износ уменьшался, чтобы станции были в боеспособном состоянии, и чтобы это не сильно влияло на стоимость продукции, которая производится. Вот отсюда уточняющий вопрос. Глава государства заявил, что на монопольных рынках необходимо перейти к новой тарифной политике, то есть так называемый тариф в обмен на инвестиции. Вот здесь, с учетом тех сложностей, которые вы сейчас озвучили, что даст для участников отрасли, именно не для потребителей, а для участников отрасли, вот эта новая тарифная политика, тариф в обмен на инвестиции? Что должно дать, может быть? Ну вот вопрос по тарифу на инвестиции, для того, чтобы на него правильно ответить, чуть-чуть экскурс надо назад сделать. Например, тариф в обмен на инвестиции – это программа, которая в Казахстане функционировала с 2009 по 2015 год. Вот тогда, в середине 2000-х, экономика росла бурно, восстанавливалась, очень быстро росло потребление электроэнергии. И простой анализ показал, что тех мощностей, которые на тот момент в системе функционировали, их недостаточно, чтобы обеспечить тот рост потребления, который со стороны промышленности и жилого сектора, то есть бытового сектора пришелся. Поэтому было принято сильное решение принять такую программу. Мы даем тариф, в обмен на этот тариф станции должны, первое, модернизироваться, второе, какие-то инвестиционные программы, то есть достроить новый блок, там, котел плюс турбину. Были восстановлены целые блоки на крупнейшей станции Кибастузской. И вот с 2009 по 2015 год в отрасль было направлено порядка 1 триллиона тенге по тому курсу по старому. В общем-то, это дало возможность прирастить мощность Казахстана на 3000 мегаватт. То есть, для примера, чтобы понимание было, 300 мегаватт это потребление там какой-нибудь области средней. То есть это достаточно серьезный задел был сделан. И с 2009 по 2015 год вся эта стройка прошла, все были станции введены. И после 2015 года такой программы не было. То есть был введен рынок мощности, который был введен в 2019 году. И вот по сей день, по 2022 году, 7 лет мы можем констатировать, что большого строительства массово не было. А это привело к тому, что мы в 2015 году задел создали, и у нас были профицитные мощности. И мы все время говорили, у нас профицит в республике, мы можем обеспечить рост экономики. Но поскольку мы 7 лет не инвестировали, так достаточно крупно, мы пришли к тому, что резервы мы проели. То есть рост промышленности потребления, рост населения, даже вот жителей, количество припасов, города растут, потребление растет. И сейчас такую ситуацию имеем, что вот этого резерва наперед уже нет. Поэтому и предлагается программа «Тариф в обмен на инвестиции», чтобы эти инвестиции субъекты, игроки рынка направили на модернизацию, расширение, создали задел для экономики. И, конечно, это интересно субъектам. Другой вопрос, что нужно правила игры правильно расписать. Мы сейчас этим занимаемся, до конца дописываем программу, принципы хотим определить. Я думаю, что это очень правильное решение своевременно именно для энергетики. Потому что в любой экономике мира энергетика должна расти опережающими темпами. То есть если у нас не будет резервов, наша экономика не вырастет. Вот недавно, простите, что я перебиваю ситуацию, когда до выявления серых майнеров, да, то есть на 6% было увеличено и уже у нас посыпалось, что называется. Или я здесь не прав? Нет, отчасти вы правы, потому что статистика предыдущих лет показывает, что мы росли по 2%. Полтора-два процента, а вот в прошлом году, в 21 году, был рост аномальный, 6%. Опять же, закрытие индустрии майнинга в Китае. И в течение полугода резко выросло потребление в Казахстане. Майнеры переехали в Казахстан. Где-то убывает, где-то прибывает, где-то убывает. Закон цельничества суда. Вот в этом смысле, как бы в продолжении этой темы. Разработанная вашим министерством концепция развития электроэнергетической отрасли Республики Казахстана, до 2035 года. Во-первых, какова сверхзадача данной концепции, с учетом изменений, которые происходят каждый день? Ну вот, часто критикуют, мы вот в парламент ходим, депутаты, и в общем-то, и социальные сети критикуют нас, что нету отраслевого документа в энергетике, нету ориентиров, как развиваться. В прошлом году была сделана работа системным оператором, был почти там баланс до 2035 года. И, в общем-то, он такие серьезные цифры и подсветил, что дали рост потребления на горизонте 25-го года, расчеты, что это будет порядка 25 тысяч мегаватт потреблять будет энергосистема. Для примера, прошлый год это 15800, то есть это более чем полуторакратное увеличение нагрузки. А все мощности, как мы с станцией действующих говорим, все-таки они не новые, и у них есть ресурс моточасов и наработки оборудования, и существующие мощности они будут все время снижаться. И вот для того, чтобы этот гэп закрыть, очень много нужно построить. Плюс еще у нас пришли требования по строительству новой генерации, она должна соответствовать принципам ESG, это должна быть низкоуглеродная энергетика. И поэтому там появились серьезные объемы тысячи мегаватт мощности, которые нужно построить. И концепция развития электроэнергетики до 1935 года отвечает на главный вопрос. Вот в отрасли какой будет стимул для инвесторов вкладывать? Кто будет строить? Какая у нас будет тарифная политика? Какие будут правила игры? Кто будет претендовать на строительство этой генерации? Все эти принципы мы постарались осветить, вынесли на обсуждение рынка, и сейчас находимся на финальной стадии. Мы эту концепцию хотим вносить в правительство. Я думаю, что она сильно поможет нам, как отрасли работающим, дать четкие ориентиры, что в каком году должно быть построено, где будет построено, какая это будет генерация, что из них угольная, что газовая, что возобновляемая энергетика. На эти все эти вопросы мы постарались ответить в ней. В подобных документах, не только в Казахстане, а вообще в целом, если смотреть по ближнему и даже дальнему зарубежью, отсутствует вариативность. То есть, когда мы не можем анализировать развитие той или иной отрасли, или тем более в условиях нынешних, в условиях изменений, когда мы не можем гарантировать стабильность в том или ином регионе, будь то отраслевая стабильность, безопасность и так дальше. И в этом смысле вариативность документа – это важность видоизменения в процессе. Данная концепция учитывает ли действительно на сегодняшний день кажущимися абсурдными какие-то изменения, но в то же время совершенно возможными в будущем. Тем более, такой большой лаг до 1935 года – это, как говорится, порог планирования очень большой. Ну вот, возможно, я бы как прокомментировал, вот до 1935 года промежуток небольшой для энергетики. В энергетике цикл длинный. Чтобы какую-то станцию построить, ее запроектировать и ввести в эксплуатацию, уйдут годы, от трех до пяти лет. Самые быстрые станции, возобновляемые, солнечные, год-два занимает, чтобы построить. Газовые – 3-5 лет, угольные, может, тоже те же горизонт – 5 лет. Поэтому для нас это не такой большой горизонт, чтобы сказать, что мы что-то не предусмотрели. Хотя мы понимаем, что сектор будет расти, мы говорим, энергопотребление, рост заложили более агрессивный рост. Мы говорим, что будут электромобили, есть раздел, посвященный этому. Мы говорим о том, что будут новые, подешевевшие системы накопления энергии. Они позволят больше зеленых источников строить тогда, когда это будет уже по карману потребителям нашей республики. Но все-таки ценность документа, как свод правил в отрасли, он намного ценнее, нежели те риски, о которых я сказал. Или так тоже? Я думаю, что и вы правы. Единственное, что я добавил, игрокам рынка очень важно. Они видят, что это ориентир. Мы делаем декларацию, мы говорим, мы вот так будем жить. Вот такие изменения в закон мы хотим внести. И рынок, обсудив, говорит, да, мы соглашаемся, эта модель сработает, готовы ее поддержать и готовы работать по этим правилам. Мы, в свою очередь, с удовольствием готовы обсудить концепцию, когда она будет принята в нашей программе уже детально. Спасибо большое вам за то, что нашли время. Успехов нам всем в отопительном сезоне, но и вам в работе, разумеется. Спасибо. Это была программа интервью. Меня зовут Тимур Сержанов. До новых встреч в эфире.